Собачка Альмочка. Волонтер волнуется о том, что они упустили много времени. Каждый день волонтер Людмила Чернецкая просыпается в надежде на чудо. Хозяйка сельского мини-приюта бежит в комнату, где сейчас живет Альма, и там, где когда-то жил Рексик лежачий. Как же похоже жизни всех несчастных, обиженных когда-то своими хозяевами животных, несмотря на то, что внешне они полностью отличаются, и судьбы у них все равно один в один. Новый день, утро, а чуда все нет. Волонтер молится, плачет, просит ее, чтобы она боролась, слезы просто душат. Волонтер-инвалид так хочет, чтобы Альмочка выжила, но ее состояние говорит об обратном. Она устала и больше не хочет бороться. Ее глаза потухли, в них полное безразличие, стремление к жизни. Она просто смирилась с неизбежностью. Мы опоздали, слишком поздно пришла помощь. Думают женщины, из-за долгого голодания начались проблемы с внутренними органами, а возможно какое-то заболевание. Если бы хотя бы сделать анализ крови, стало бы ясно. Но как? Как нам попасть в больницу, если волонтер даже с котом туда не может доехать? Два дня Альма не поднимается и ходит под себя. Попытки поставить ее на лапы провалились. Она даже не пыталась что-то сделать, когда волонтер подняла ее заднюю часть. Волонтер радовалась каждой съеденной мисочке еды, когда она кое-как покушала немного фарша. Сегодня полный отказ. Лекарства и подкожные вливания не помогают волонтеру не знать, что ей делать, как ее спасти. Хочется вернуть время назад, когда волонтер только увидела, а не информацию. Возможно тогда было еще не поздно. А может просто женщине так хочется. В любом случае теперь волонтер будет в этом винить себя, что не попыталась найти ее раньше. Ну а сейчас ей остается только ждать и надеяться, что вдруг все-таки произойдет чудо и Альма поправится. Друзья, пожалуйста, у кого есть ненужные тряпки, вещи, чтобы стелить Альме, нужны одноразовые пеленки. Продолжение следует...